ТОМСК Здравствуйте! У нас Томск снова. Только вчера мы выпустили сюжет о том, как Екатерина Фельдзингер, это директор клиники Санте, которая проходит по известному делу врачей, буквально вынесли из Следственного комитета Томской области на носилках. Вот вы видите эти кадры. Пришла она на следственные действия к следователю Татьяне Беловой своими ногами, а вынесли ее на носилках. В результате, как на это отреагировал Андрей Викторович Щукин, а это руководитель Следственного комитета Томской области, как рассказали нам наши источники, ему позвонили из Москвы, и на вопрос, что происходит, он ответил, что Фельдзингер и Екатерина все это симулируют, что все вот это вот, то, что вы видите, это такой театр. То есть, сговорились врачи, сговорились фельдшеры, сговорились скорая помощь, сговорились, конечно же, адвокаты, куда без них, и вот так все представили. Представляете, что бедного следователя Татьяну Белову оговорили, она-то делала свою работу, а тут смотрите, что происходит. А давайте посмотрим на документы, что это за такая симуляция. Вот документ, 18 июля Екатерина Фельдзингер доставлена в больницу. Это тоже симуляция? Вот мы видим документ, написано, что с 30.06.2012.2024 Екатерина Фельдзингер находилась на стационарном лечении. Мы скрыли диагноз, но я вам скажу, что это как бы диагноз не взялся просто так, что это не насморк, это серьезный диагноз. И тут рекомендовано наблюдение у врача. Фельдзингер и ее адвокаты заявляли перед следователем ходатайства, чтобы осмотрел ее врач. Давайте послушаем, что скажет нам адвокат Екатерина Фельдзингер. Вчера, 18 июля 2024 года, руководитель следственной группы по так называемому делу врачей САНТЭ, достоверно зная о том, что моей подзащитной Фельдзингер Екатерине Викторовне не дает разрешения на посещение врача и не дает возможности получить необходимую ей медицинскую помощь, Факт необходимости оказания, который был зафиксирован при ее нахождении на стационарном лечении в больнице, вызвала ее к себе в служебный кабинет, скрыв при этом от стороны защиты, что она намеревается предъявлять ей обвинение, и предприняла попытку незаконно предъявить Екатерине Викторовне обвинение. При этом, несмотря на ходатайство стороны защиты о прекращении производства следственных действий, так как Екатерина Викторовна находилась в состоянии, угрожающем ее жизни и здоровье, руководитель следственной группы препятствовала допуску к себе в служебный кабинет бригад скорой помощи, которые были вызваны сначала по звонку защитника родственниками моей подзащитной, а следующая бригада в связи уже с критическим состоянием была вызвана лично мной. При этом бригада в здании Следственного комитета появилась в 12 часов 40 минут, однако следователь допустил ее в кабинет только после того, как завершило оформление так называемого протокола допроса, и произошло это в 13 часов 7 минут. Приехавшие врачи, увидев состояние моей подзащитной, незамедлительно госпитализировали ее в областную клиническую больницу. Вы увидели документы, вы увидели примерно ход этих событий, который привел к тому, что мы видели на этих кадрах. Теперь, как вы думаете, может быть все-таки немножечко, вот немножечко для того, чтобы предъявить обвинение, для того, чтобы получить нужную подпись под нужной бумажкой, следователь Белова перегнула, может быть, палку, и просто отмазаться тем, что это симуляция, а я по-другому не могу это назвать, именно отмазаться, что это симуляция, что это все вступили в какой-то глобальный заговор, чтобы спасти Екатерину Фелезингер от предъявления ей обвинения. Может быть, все-таки эта версия следствия не выдерживает критики? Или это все-таки может быть желание спасти пятую точку своей подчиненной? Кстати, следователь Татьяна Максимовна Белова интересный персонаж. Она когда-то в Новосибирске работала обыкновенным следователем. Но Щукин Андрей Викторович ее заметил и позвал в Томск. В Томске она стала старшим следователем по особо важным делам. И вот это дело, дело врачей, по которому проходит Екатерина Фелезингер, он ей передал, конечно же, с надеждой, что она это, да не с надеждой, с уверенностью, что она это дело доведет до конца, до суда. И в суде оно, конечно, должно получить обвинительный приговор. А фактуры нет, а ничего нет, а так все очень нужно делать. Сроки поджимают, а нужно очень-очень быстро все делать. И приходится идти на вот такие меры. И надо же очень оправдать то доверие, которое оказало начальство в лице Андрея Викторовича Щукина, Беловой, Татьяне Максимовне, чтобы дальше двигаться по карьерной лестнице. Мы слышали, ходят такие слухи, что дали квартиру, служебную квартиру трехкомнатную Беловой, где она с собачкой живет. Тут семейные сотрудники по несколько лет квартиры ждут, а тут для следователя и собачки трехкомнатная квартира. Но здесь, наверное, чтобы был стимул работать хорошо, хотя куда лучше, с точки зрения начальства, конечно. Я надеюсь, что к собаке, хотя бы к собаке, она относится более человечно, не так, как к своим подследственным. Вот так вот, как вы видите сейчас на видео. Ну какой-то предел-то должен быть? Вам не кажется? Дорогие исследователи, дорогие работники Следственного комитета Томской области, и я еще раз обращаюсь к Бастрыкину Александру Ивановичу, и юридическое сообщество уверены, и общественники уверены, оно вам, конечно же, видней. Но есть ощущение, есть такое мнение, что одного звонка просто, чтобы позвонить и узнать у главы Следственного комитета Томской области, что у вас там происходит, и чтобы он ответил, что это все там нормально, ничего не беспокоит, все живы-здоровы, симуляция. Тут нужны меры чуть-чуть другие. Тут надо как бы более тщательно все это проверить, все-таки разобраться, все-таки посмотреть на последовательность этих событий. А мы вам сейчас последовательность этих событий показали, хотя бы на основе тех документов, той информации, которую мы вам предоставили. Проверьте, проведите проверку, что это длится уже, это не вчера началось, это длится уже несколько месяцев. Проверьте это все, как следователи добиваются, как конкретный следователь Татьяна Белова добивается нужных показаний, потому что сроки подгорают, потому что нужно, и готовы идти на все, что угодно. До свидания.